На наших дачных участках уже начали появляться огурчики. И это значит, что пора их консервировать. Сейчас мы их будем консервировать по-довашнему. В автоклаве. А понадобятся нам для этого всем знакомые ингредиенты. Огурцы, вода, зонтики укропа, сахар, жгучий перец, уксус, чеснок, соль, корень петрушки, гвоздика, лавровый лист, черный перец. Чеснок лучше нарезать помельче, чтобы придать огурчикам пикантность. А с жгучим перцем главное не переборщить. Его нужно будет всего несколько кусочков. Ну что ж, начинаем делать маринад. Нам потребуется вода, сахар, соль и уксусная эссенция. Воду выливаем в кастрюлю, обильно солим, добавляем сахар и уксусную эссенцию. Внимание, не перепутайте ее с 9% уксусом. Все это доводим до кипения на среднем огне. А пока наш маринад готовится, обрабатываем огурцы. Чтобы все было стерильно, нужно удалить с огурчиков все подозрительные участки, куда могла забраться грязь. Когда с этим покончено, приступаем к специям. На одной банке мы выкладываем лавровый лист, перец, кориандр, гвоздику и корень петрушки. Ну и, конечно, самое главное – огурчики. Их лучше уложить вертикально, так больше войдет. А сверху обязательно помещаем зонтики укропа. Тем временем наш маринад уже полностью готов. ЗАЛИВАЕМ! Основную ручную работу мы уже проделали. Теперь перекладываем всю ответственность на умную машину «Автоклав». В прошлой программе мы уже готовили с его помощью мясные и рыбные консервы. Это емкость для герметичной обработки продуктов при помощи нагревания под большим давлением. Температура внутри него может достигать 120 градусов тепла. А это значит, что на приготовление консерва выходит гораздо меньше времени. За счет этого в продуктах сохраняются все вкусовые качества, да и витамины останутся в первозданном виде. В Кургане «Автоклав» можно приобрести в магазине «Миртехники», который расположен по адресу Володарского, 36. В «Автоклаве» при температуре в 100 градусов огурчики до полной готовности пробудут всего 15-20 минут. Вот, пожалуйста, наши огурчики готовы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!